Юноши, священство желающему, не торопись, брат. Автор Сергей Савельев. Здравствуй, дорогой друг. Ты молодой прихожанин храма Русской Православной Церкви. Помогаешь батюшке в алтаре, поешь и читаешь на клиросе, занимаешься реализацией каких-нибудь приходских проектов, одним словом, ведешь активную приходскую жизнь и в тайне сердца мечтаешь стать батюшкой. А может, кто-то из священников уже и подталкивает тебя к этому шагу. Значит, это обращение к тебе. Хочу бегло обрисовать возможные перспективы, которые ждут тебя, когда ты окажешься на стезе священнического служения. Во-первых, скорее всего, желание стать священником обусловлено увлечением внешним антуражем, которым окружены батюшки. Тебе грезится, как ты будешь ходить в красивой рясе с важным видом, как люди будут подходить к тебе за благословением, низко склонив голову, как они будут обращаться к тебе за разрешением жизненных вопросов, а ты, мудроматическим советом, будешь распутывать все сложные узлы человеческого бытия, как ты будешь красиво и благоговейно служить, давая язычным голосом возгласы за богослужением, от которого прихожанки будут млеть и падать в обморок. Как с церковного амвона ты будешь произносить проповеди, прожигая огненным глаголом сердца прихожан. Как ты будешь в воскресной школе рассуждать с учащимися о трансцендентности и имманентности, об апофатике и катафатике, об экзистенциях и имманациях. Как ты будешь миссионерствовать и обращать ко Христу толпы людей, подобно апостолу Петру, ну и так далее. Да, в мечтах все это красиво и маняще. А что же произойдет в реальности? К рясе и подряснику ты быстро привыкнешь, и никаких романтических чувств по отношению к ним испытывать не будешь. Более того, ты обнаружишь, как неудобно передвигаться в длинной одежде по лестнице, делать земные поклоны, садиться в машину и выходить из нее. Что в межсезоньях ходить в рясе и подряснике – сущие наказания. Они постоянно грязные, и как бы ты ни старался, все равно испачкаешься. И, скорее всего, в свободное от богослужения время ты вернешься к более простой, практичной и удобной светской одежде. В богослужебных же одеждах будет просто неудобно, и летом очень жарко. Благословения очень скоро для тебя превратятся в кару, потому что прихожане будут подбегать к тебе за ним по 50 раз на дню. И объяснения, что достаточно в течение одного дня взять одно благословение, не помогут. Очень быстро ты поймешь, если будешь стараться оставаться честным перед Богом и своей христианской совестью, что для того, чтобы давать советы, не калеча человеческие судьбы, тебе не хватает ни образования, ни жизненного, ни духовного опыта, ни интуиции, ни сообразительности, что на роль старца ты, ну, никак не тянешь. И твои советы чаще всего будут сводиться к фразам типа «молитесь», а там Господь как-нибудь сам все управит. Через какое-то время откроется, что к голосу твоему уже все привыкли, и никого он не впечатляет, за исключением разве двух-трех особо экзальтированных прихожанок. Что проповедник-то, честно говоря, не очень, далеко не Иоанн Златоуст. А с годами ты будешь лихорадочно думать о том, что еще нового и интересного можно сказать в десятый раз об одном и том же Евангелии дня или празднике. К благослужениям и требам ты тоже быстро привыкнешь, и дай Бог, чтобы они не превратились для тебя в скучную рутину, чтобы сохранилось благоговение. Вообще, настраивайся, брат, на то, что тебе многие годы придется совершать одно и то же, и что плодов своей деятельности ты, скорее всего, не увидишь. Про всякие там имманации и трансценденции тебе придется забыть, потому что прихожам будут интересовать не тонкости халкидонского соединения, а вопросы более приземленные. Какому святому в каких нуждах помолиться? Как правильно заварить цветочки, взятые от венка праздничной иконы? Что делать с трехлитровой банкой соборного масла, оставшегося с прошлого года? Какой рукой нужно ставить свечку, чтобы все получилось? Какая молитва самая сильная? Сколько раз нужно прочитать Акафист, чтобы наверняка сработало? Какой ладан нужно сосать, если болит поджелудочная железа? Можно ли причащаться, если в пост рыбу понюхал? Ну и так далее. Когда ты окажешься на приходе не в качестве настоятеля, а вторым или последующим священником, весь твой приобретенный в семинарии или академии багаж знаний окажется никому не нужным. Делай, что сказал настоятель. Коди, кропи, крести, освящай, отпивай, не умничай и никуда не лезь. То есть ты будешь востребован не как христианский пастырь, а как языческий жрец. Зарплата у тебя, скорее всего, будет маленькая, которой в лучшем случае тебе хватит только на еду. Это в лучшем случае. А стать настоятелем, если ты захочешь сохранить свою христианскую совесть, человеческую честь и пастырское достоинство, тебе не светит, потому что наверх выбиваются по преимуществу только подхалимы, те, кто умеет прогибаться и заблюдствовать, кто способен в угоду вышестоящему начальству попрать и совесть, и достоинство, и честь. Успехи в миссионерском деле, пожалуй, тоже будут более чем скромными. Ты столкнешься с тотальным равнодушием и безразличием со стороны людей к слышанию евангельского учения. Максимум, что их будет интересовать, так это где и во сколько можно осветить куличи, и как покрестить ребенка без собеседований. Да и в какую церковь ты их приведешь? Ведь церковная реальность от проповедуемой отстоит так же далеко, как небо от земли. Но это все вещи второстепенные и в какой-то степени преодолимые, если проявить смекалку, приложить должные усилия и проявить настойчивость и постоянство. Мне же хочется сказать тебе о главном, о непреодолимом. Сказка под названием «Церкви Христова» закончится сразу после того, как ты перестанешь быть мирянином. Да, пока ты учишься, тебе будет казаться, что ты в сказке. Но как только ты станешь священнослужителем, то есть в Церкви Христовой попадешь в церковь епископа, где на месте Христа восседают они, преосвященные, высокопреосвященные, высокопреосвященнейшие господа и владыки, где служат не Христу, а епископу. Тебе казалось, что Церковь – это территория христианской любви и свободы, но очень скоро ты обнаружишь, что взаимоотношения в Церкви строятся на принуждении и страхе. С того самого момента, когда над тобой будет совершена хиротония, ты перестанешь быть свободным человеком. Ты в какой-то мере даже перестанешь быть христианином. Ты станешь рабом епископа, а он – твоим полноправным хозяином. Отныне никакие достижения христианской цивилизации в виде прав и свобод человека не будут иметь к тебе никакого отношения. Вся твоя жизнь будет зависеть только от воли и настроения твоего хозяина – епископа. Ты не будешь защищен ничем – ни светскими законами, ни церковными канонами. Все будет решать епископ, власть которого ничем и никем не ограничена. Если ты чем-то не угодишь епископу, он может сослать тебя на глухой бедный приход, где из-за невыносимой нужды от тебя сбежит матушка. И тебе придется покориться, потому что у тебя нет ни светского образования, ни специальности, ни жилья, ничего. Ведь когда-то ты поверил в сказку под названием «Церковь Христова» и добрых владык, которые тебе казались отцами. Поверил в священнику, который уговорил тебя поступить в семинарию, но который заботился не столько о твоей судьбе, сколько о том, чтобы заработать дополнительный бонус перед вышестоящим начальством. Недовольство епископа тобой может выразиться и в том, что он отправит тебя в запрет, и ты, опять же, не имея образования, профессии и жилья, останешься без средств к существованию, и вынужден будешь сломаться и полностью покориться воле своего хозяина, даже если она совсем не совпадает с тем, о чем говорится в Евангелии. У епископа много возможностей и способов попить у тебя кровь и отравить тебе жизнь. Так лошадей объезжают, ломают их волю, подвергая всевозможным истязаниям. Если же ты не захочешь быть объезженным, то либо лишишься сана, не выдержишь давления и снимешь сам, либо епископ подведет тебя под это. Пыщей ради интереса в интернете, сколько достойных священников за последние годы, лишились сана из-за нежелания предавать свои христианские убеждения. Либо будешь всю жизнь призебать на вторых ролях, с нищенской зарплатой, без малейших перспектив роста или какого-то развития. Для чего все это я говорю тебе, дорогой друг? Не для того, чтобы отговорить тебя от священства. Нет. Христос в церкви есть. Его мистическое тело живо. Просто исторически так сложилось, что в церкви, как земной организации, его место заняли пораженные жаждой власти и наживы люди, которые служение Христу оттянули на себя. Шанс попасть к хорошему епископу? Да, такие тоже есть. У тебя один на тысячу. И вот чтобы, находясь в священном сане, можно было служить Христу, а не человеку, нужно обладать материальной независимостью. Потому что именно материальная незащищенность является главным инструментом в руках епископа для манипуляции священниками, которые из-за страха за свои часто многодетные семьи вынуждены предавать свои самые возвышенные порывы и плясать под дудку архиереи. Именно в этом причина, почему сегодня при отборе кандидатов на поступление в духовные школы акцент делается не на взрослых, состоящихся людях, а на безусых юношах, которых можно лепить по образу и подобию своему, и которые будут послушны и безответны в силу своей материальной незащищенности. Поэтому не торопись, брат. Сохрани глубоко в своем сердце мечту послужить Христу в священном сане, а сам тем временем учись, получай профессию, обзаводись жильем и семьей, развивайся как человек, как личность, как христианин. И только тогда, когда ты почувствуешь, что крепко стоишь на ногах, вот тогда и приступай к реализации своей давнешней мечты стать священником, чтобы в Церкви Христовой тебе служить Ему, а не делаться рабами человеков.